Да как так? Как меня в этой игре чпокают просто без шансов? Да не сытаракуха, будет тебе пуха. По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Бесплатная рулетка, отличная броня и могучие пушки. А при первом пополнении счётов плюс 100% кредитов придёт. Пошла нагибатория. Но это, друзья, уже совершенно другая история. Туда их, как и киви. Падла, специально напоминаешь, да? Приветствую вас, леди джентльмены и другие подруги. С вами Рокутагин и капитан Очевидность. На Медни поднялся очередной кипиш по поводу блокировки. На этот раз Стима. Якобы. Впоследствии из реестра Роскомнадзора Стим исчез. Но есть о чём поговорить. Сегодня вообще предлагаю хорошенько пройтись по темам блокировки. Тех ресурсов, которые, собственно говоря, народ любит и к которым привык. Поговорим про Стим. Про Киви, да, капитан Очевидность. Поговорим про Ютуб и подумаем, что с этим всем делать и вообще правильные ли решения принимаются. Оценим их, так сказать. И возможны их последствия. У тебя реально, что ли, деньги на Киви были? Были, капитан Очевидность. Не сказать, что большие, никакие состояния. Там всего было 15 с половиной тысяч рублей. Но, извините меня, как бы они не бесплатно достались и не с неба упали. Собственно говоря, у большинства ютуберов именно платёжная система Киви была в последнее время, наверное, в последний год так точно, способом вывода заработанных средств монетизации Ютуб. И хотя у абсолютного большинства с Ютуба сейчас за монетизацию приходили сущие крохи, там, по 5-10 тысяч рублей в месяц, всё-таки, сами понимаете, это тоже деньги. Некоторые, как я, их снимали достаточно редко, потому что, ну, типа, пусть копятся, на что-нибудь, да, пригодятся. В том числе именно так я копил денежные средства на свой новый системный блок. Хорошо я успел его взять до того, как вся эта жопа приключилась. Собственно, ввиду тех или иных событий, которые происходили с Киви, то, что его могут заблокировать, было ожидаемо, и претензии к нему были заранее предъявлены. И проблема, на самом деле, не в самом факте блокирования Киви, а в том, что обычные пользователи, клиенты, об этом заранее не были предупреждены. То есть у банка лицензию отзывают, а ты, как бы, ни сном, ни духом. И такой, опаньки, а всё, денежки-то, сука, пропали. Если у кого-то это были, там, рубли 500, которые он не успел потратить где-нибудь в том же Стиме, кстати, да, через Казахстан, ну вы понимаете, да, что уж греха-то, я тебя и сам так делал. У кого-то ситуация уже менее приятная, как у меня, там, 10, 20, 30 тысяч у кого-то лежало. И для кого-то это приличные деньги, на самом деле, у многих зарплаты невысокие. А у кого-то, я подозреваю, ситуация вообще достаточно печальная, потому что у человека могли быть, ну, деньги куда более серьёзные. Скажу честно, я думаю, многим такой ход вообще нифига не понравится. Поэтому хотелось бы сказать тем людям, которые отвечают за блокировки, что надо как-то пользователей заранее предупреждать, там, за недельку хотя бы. Может, с этим связаны какие-то другие риски, подводные камни. Но я думаю, что в целом в Киеве-то прекрасно плюс-минус подозревали, что вот-вот что-то может произойти. Всё-таки крупная финансовая система, они, наверное, как минимум, очень и очень догадывались, скажем так. Вот простой пользователь, это, как всегда, тот, кому провели сочно по губам. Так оно, к сожалению, и бывает. Ну, сочувствую, братан. А что там за шумиха по поводу Стима? О, вокруг Стима там вообще красота. Конечно, подняли такой хай туда-сюда, всё, Стим блоканули, пацаны. Ничего на самом деле там сверхъестественного не случилось, и более того, сам Стим не блокировали. В реестр Роскомнадзора попала страница steamcommunity.com. Это, друзья, если кто не знает, у нас сообщество Стим. То есть это ваш доступ к сообществу, к странице друзей, вот это минус, конечно, но тем не менее. Но то, что вы годами накапливали, в том числе путём финансовых положений, это, естественно, ваша библиотека игр, это магазин, это бы никуда не делось, потому что это не steamcommunity.com. Это отдельный ресурс, который называется steampower.com. Это основной ресурс, которым-то, собственно говоря, большинство из вагн, наверное, и пользуются. Многие вообще в сообщество практически не залазят. Я, например, посещаю его крайне редко, только по каким-то причинам, которые мне нужны. Например, если там есть статья, как русифицировать Postal 2. В основном, большинство же используют, конечно же, преимущественно, библиотеку и магазин. Ну, в последнее время магазин стал неактуальным, потому что люди в основном, если приобретают игры, делают это на сторонних ресурсах. А в библиотеке steam потом просто активируют код. Вот и всё. Надо сказать, что в реестр, как steamcommunity.com попал, так после этого буквально в этот же день, или, по-моему, да, вечером это было, под ночь, он исчез просто. Думаю, во многом это был психологический ход. С одной стороны, предупредить Steam, а с другой стороны, посмотреть на реакцию людей. И подозреваю, что именно по второй причине, в общем-то, steamcommunity.com из списка резко исчез. Однако повторение такой ситуации, или действительно блокирование сообщества Steam, я бы, друзья, исключать всё-таки не стал. Ведь до юра это действие было абсолютно законное, потому что в steamcommunity.com появлялись определённые статьи, как я полагаю, они были прежде всего направлены на изготовление каких-то запрещённых веществ. По слухам. Сам я эти статьи не видел, но я замечал некоторые другие, например, сборы средств на что-то направленное против определённого государства. Вы понимаете, такое бывает. И на самом деле, я не удивлюсь, если хорошенечко пошерстить это самое сообщество Steam, таких нарушений, с точки зрения российского законодательства, вы найдёте немало. И надо сказать, я не уверен, что сами Valve, в общем-то, рады такой ситуации. По одной простой причине, они же не могут всё Steam community прямо шерстить от и до. Там, собственно говоря, те ещё дебри. Я чувствую, модерация там тоже не идеальная. Так или иначе, друзья, беспокоиться лично нам, простым игрокам, пока что не о чем. Библиотеку, я думаю, ну вообще нет никакого резона блокировать. Магазин тоже, потому что... С магазиновым у нас и так отношения непростые. И большинство из вас никаких игр там приобрести не может. Может, неважно, закрыты они для вашего региона или не закрыты. Просто вы их оплатить не сможете, потому что Киви, напоминаю, помахал всем ручкой. И теперь даже для оплаты, дорогой друг, твоего казахстанского аккаунта тебе понадобится нечто другое. Что в целом, как вы понимаете, ситуацию не делает более простой, как минимум. Некоторые стали беспокоиться, а как же теперь вообще быть с играми? На самом деле, если говорить об играх вообще, то не забываем, что у нас многие подняли паруса. Но вы понимаете, зеленые версии игр никто не отменял. Не скажу, что одобряю, но как бы по времена онравы. Тем более еще не так давно, ну для меня во всяком случае. Я-то как бы человек древний, в конце 90-х, да и все нулевые до 2010-х, там 11-х, вот эти. У нас, собственно говоря, такие игры в основном только и были. Помнится, хотелось себе приобрести как-то лицензионную версию Старкрафта. Пошел я в своем городе в магазин, и жил я не в Москве. И вдруг обнаружил, что во вполне фирменном магазине, где продается фирменная продукция, нормальная, все, то есть. Там из лицензионного купить можно, разве что Windows. И все. Абсолютно все версии игр были пиратскими. Именно так, друзья, никаких других версий просто не было. И я подозреваю, что вот такая ситуация была не только в России, но и на всем постсоветском пространстве. Ну, такие времена были. И, похоже, собственно говоря, они-то у нас и возвращаются. Хорошо или плохо, комментировать не буду. Решайте сами. Для некоторых же других игр, как сингл, так и онлайн, есть, собственно говоря, такой аналог. Не смейтесь, но да, на самом деле он не самый плохой. Это, конечно же, VK Play от компании VK. И вы знаете, я данным сервисом пользуюсь достаточно давно. Но вы понимаете, почему. Потому что снимаю преимущественно Warface. И могу сказать, что на самом деле очень и очень неплохое приложение. Главным недостатком для рядового игрока будет разве что то, что не такой большой выбор. То есть выбор, действительно, он очень ограничен. Не так много игр, которые локализуются у нас, которые выпускаются в этом самом VK Play. Однако, будет очень интересно наблюдать за его развитием. И за развитием, расширением ассортимента. Который, я полагаю, со временем очень даже произойдет. Так что, со Steam'ом все не так плохо. Библиотека под запрет пока вообще не рассматривается. Пользуйтесь своими играми на здоровье. Если каким-то путем вы можете добыть ключи, вводите. То есть убедившись только заранее, что ваш ключ сработает. И наслаждайтесь, друзья, геймплеем. Базу, основу Steam'а никто блокировать даже и не планировал. И ты веришь, что Steam в итоге не заблокируют? Честно говоря, думаю, Кэп нет. Заблокировать могут все что угодно. Store, Steam Power, то есть магазин, если там будут какие-то вопросы спорные. Steam Community могут заблокировать. Но вот именно Steam Power, основной, просто вот именно ваша страничка, вот эта, библиотека. Как минимум, библиотеку никто блокировать не будет. Ну нету в этом никакого смысла. Ведь это может вызвать недовольство людей, прямо скажем откровенно. Не только молодежи, но и людей типа меня, у которых там с 2008 года там огромная библиотека игр и огромное количество средств на эти игры потрачено. И, собственно говоря, для меня, как и для многих других, этот Steam это просто набор игр, которые я когда-то купил. Это библиотека. Я их могу запустить старые, новые, в какие-то играл, в какие-то не играл, какие-то там по акции по скидке получены и так далее. То есть это, можно сказать, условно мое цифровое имущество. Против кого-то оно выступать не может, это просто библиотека. Поэтому и смысла трогать это имущество нет. Ничего, кроме негатива, такое решение вызвать не может. Ты еще перед записью что-то по поводу Ютуба кряхтел. О, вот это, Кэпчик, ты правильно сказал. Ты правильно сказал, дорогой друг. Да, да. С играми все понятно. С играми все не так плохо. Есть какие-то у нас условные аналоги. Да, они идеальные, но, как бы, там, пойдет. Библиотеку никто, стимовскую, трогать не будет, как, я думаю, и Epic Games Store. То есть тут все плюс-минус годнотелло. Если с той стороны не отключат, а нашим отключать, ну, как бы, смысла, друзья, ну, просто нет. Самую базу, вот, вашу библиотеку. А вот с Ютубчиком, друзья, все иначе. Слухи, разговоры. Причем достаточно иногда высокопоставленных лиц о том, что было бы неплохо, они не иссякают. Да и в реестре Роскомнадзора достаточно много у нас имеется страниц с Ютубом. Ну, это какие-то отдельные авторы, которые занимаются политикой плотно. Тут все понятно, как бы. Ну, понимаете, если что-то попало в реестр Роскомнадзора, это не значит, что его заблокируют. Некоторые страницы месяцами, а то и годами висят. Сам же Ютуб, судя по его движухам, не хочет никуда уходить. Нет, наоборот, он пытается, извивается как уж на сковородке, как бы туда-сюда и вашим и нашим, потому что Ютуб это просто бизнес. И терять своих пользователей в любой точке мира он не хочет и будет делать все для того, чтобы этого избежать. Не нарушая законодательство государства, в котором находится головной офис, но при этом стараясь как бы и не сильно что-то перегнуть там. С точки зрения бизнеса, позиция очень грамотная, взвешенная, я бы даже сказал. Когда кто-то начинает бомбить, вот, меня заблокировали, тебя заблокировали, дорогой мой, потому что ты прекрасно заранее знал, что тебя за это заблокируют. И это инициатива самого Ютуба прям 100%. Это там им сказали, что, ребят, надо, но то будет плохо. И, собственно говоря, они так делают. А так вообще Ютуб, судя по его многочисленным движухам, они прям всячески избегают того, чтобы вот получить бомбалейлу у нас. Они не хотят, они хотят здесь работать, они хотят здесь сотрудничать. Но это не значит, что им дадут это сделать, правильно? То есть в любой момент, на самом деле, вот может случиться тот самый час икс, когда скажут, Ааа, сука, добрый вечер. Такое, к сожалению, бывает. И вот тут надо сказать, друзья, грусть, тоска, печаль, уныние. Тот случай, когда подходит известное выражение, аналогов нет. В самом деле, а что может сегодня людям в цифровом пространстве заменить Ютуб? И многие из вас сразу скажут, конечно, Ютуб. Но тут на самом деле все очень печально. Имею опыт использования данной платформы и, собственно говоря, ролики по Warface и вот это, может быть, до сих пор загружаю и буду загружать туда, но не все. Почему? Объясняю. У Ютуба ограничение. Очень и очень странное ограничение в 10 гигабайт на одно видео. Представьте себе, сука, 10 гигабайт. Чтобы вы понимали, серия по Сталкеру продолжительностью, там, минут 40-50 будет порядка гигабайт 20, может быть. Вот около того. Это видео не факт, что вообще тоже, кстати, если оно будет минут 20, что оно тоже влезет, скажем так, на Рутюб, что оно будет до 10 гигабайт. Можно, конечно, поиграться с кодеками, но на Рутюбе на самом деле даже это не спасает ситуацию, потому что качество видео на Рутюбе, не знаю по какой причине, но оставляет желать часто лучшего. То есть все это мыло, эти пиксели, это вот прямо вот картинка, понимаете, порой на глазах начинает прямо, ну, хочется сказать, сделайте меня развидеть этого. Помимо этого, творческая студия, ну, просто никакая. Статистика до сих пор оставляет желать лучшего. Это для авторов все я говорю, да, то есть ты не можешь загрузить для пользователей видео достаточно большого объема, чтобы оно было и продолжительным, и качественным. Те кодоки, которые используют Рутюб, у него как-то настроены как-то не так, поэтому качество даже плюс-минус на нормальном видео все равно прилично хуже, чем на Ютубе. Твоя статистика, твоя творческая студия, это тоже, прямо скажем, так себе. Вдобавок ко всему сверху идет то, что на Рутюбе, в принципе, к сожалению, нет нормальных алгоритмов отбора и поиска. То есть на Ютубе все устроено так, хорошее видео, люди смотрят достаточно долго, люди пересматривают и так далее и тому подобное, и это видео начинает подниматься, оно начинает подниматься в поиске. На Рутюбе так не работает. Видосы, залитые с Ютуба, перезалитые на Рутюб, показывают результаты куда худше. Я не имею в виду по просмотрам. Тут-то все понятно, что на Рутюбе почти никого нет. Это мертвая платформа, к сожалению, за исключением некоторых авторов, которые как раз там забанили, они пришли сюда и их как бы смотрят, аудитория какая-то вот подтянулась. Это вопросов ноль. Но просто сам поиск никудышный. Алгоритмы абсолютно непонятные. Каким образом одни видосы выстреливают, другие не выстреливают, это прямо загадка дыры. То есть на самом деле я знаю, как сделать на Ютубе видос, который плюс-минус будет хорош. Да, он не будет каких-нибудь миллионников, может не попасть там в тренды и так далее. И тому подобное. Но я овладею информацией, как сделать так, чтобы видос, например, вот в моем случае, с моим каналом, с моими умениями набрал там тысяч пятьдесят просмотров. Это вполне реально. Для этого надо поднатужиться. Это не всегда тебе на самом деле нужно, но это возможно. Это вполне возможно, и такие видосы я делал и делаю. Можете посмотреть на мои прохождения сталкеров. Некоторые из них там по девяносто тысяч набирают и больше, и за сто уже ушли. Есть видосы, которые долгоиграющие. Я понимаю алгоритмы Ютуба. Они, кстати, эти алгоритмы Ютуба многие-то давают, и секреты, книжки покупают. Там смотрят специальные уроки. У меня, кстати, тоже уроки есть на Boosty. Пожалуйста, сто рублей, сука, все уроки можете посмотреть и все. И дело с концом. Вы можете больше не смотреть. Там, в принципе, кое-что... Не, ну, нет, там еще будет как раз и про это сказано. Ладно, не будем лишний раз балаболить. Короче, все, на самом деле, алгоритмы Ютуба, они прописаны в справке Ютуба. Да. Ха-ха-ха-ха. Всю ту информацию, которую люди там на специальных курсах покупают, это все в справке Ютуба есть. И это, кстати, Рокутагин дает. Ну, какая самореклама-то хорошая. Надо будет, кстати, записать про алгоритмы Ютуба, как он продвигает видео. Там вполне логичная, понятная, ясная система, как видосы продвигаются. На Рутюбе такого нет. На Рутюбе вообще непонятно, как видосы аранжируются. Вообще, от слова совсем. На Рутюбе, как я понял, просто если ты уже личность какая-то известная, за пределами Рутюба, там, на Ютубе, там, ты можешь какой-то политический гейт или еще кто-нибудь, там, известный певец, там, Дмитрий Купленов. Хотя он Купленова и то по сравнению с некоторыми личностями, там, не так уж, ну, не так уж, прям, вау-вау-вау. То есть ты можешь прийти туда, к тебе придет аудитория, и вот тогда типа ты известен. Понимаешь, то есть парадокс Рутюба в том, чтобы быть известным, тебе заранее надо быть известным. На Ютубе так не работает. Нет, на Ютубе работают определенные алгоритмы, и реально твое старание над изготовлением видео. Вот это все вкупе, вот это все вместе, это дает тебе действительно какой-то хороший результат, а не то, что заранее тебя кто-то знает. Это далеко не все проблемы, которые есть на Рутюбе. Если там постоянно сидеть именно как автор, ты понимаешь, что как бы не очень. И на самом деле, если у автора есть проблемы, проблемы будут впоследствии у зрителей. Потому что им тоже будет не Кабиньфо, им будет не очень. Кстати, у нас недавно тут возили мы животных к ветеринару, там, на осмотр, туда-сюда, как бы, профилактически. И вот ветеринар говорит нам, что она с мужем хотели на Рутюбе посмотреть какие-то то ли фильмы, то ли что. Ну и как бы нормально работать это не стало на телеке, от слова совсем. То есть, опять же, проблем огромное количество. И говорить о том, что Рутюб это аналог Ютуба, что это замена, нет, это вообще не замена. Пока что, к сожалению, так. То есть, как в военной тайне, аналогов нет. На самом деле, Капитан Очевидность, как ни странно, аналог есть потенциальный. Причем, хороший аналог. Не поверите, аналог реально годный. И для многих это будет удивлением, но это ВК-видео. Да, именно так. Тут есть те же самые проблемы, болячки, что у Рутюба. Тут у нас, ну, прежде всего это касается, наверное, творческой студии. Очень странной системы монетизации и плату за тысячу просмотров. Там от слова вообще ничего нет практически. То есть, там, я не знаю, как у них читается, как что. Причем, на самом ВК рекламы просто, ну, до жопы, будем честны. По-моему, на Ютубе столько рекламы не было, когда она была активна у нас. Но при этом автору капают просто какие-то, сука, слезы. Вообще просто, ну, это смешно. Статистику не буду показывать, как бы. Если админа заинтересовала, можете посмотреть мою статистику, просмотры и как бы накапал. А потом сравнить я могу вам предоставить, сколько мне капает на Ютубе, например. На Ютубе-то сейчас слезы. Но то, что ВК, это вообще странно. Но! Это дело десятое. Это могут поправить, это могут изменить, это могут занести. Все нормально. Проблема-то тут другая. Творческую студию тоже можно поправить. И вот тут начинаются интересные, на самом деле, плюсы. Первый плюс – это качество видео. Я не знаю, каким образом, но почему-то большое количество моих видео, которые на Ютубе смотрятся нормально, ВК смотрятся реально хорошо. Я не знаю, почему, что у них там за кадеки. Но как-то вот насыщенность цветов, плавность картинки, ВК часто. Реально, в моем случае, она лучше, чем на Ютубе. Причем при использовании разных кадеков, если кто в этом шарит. Я использую H.264 и H.E.V.C. То есть разные настройки битрейта. И все равно на ВК качество частенько лучше, чем на Ютубе. Кроме этого, как мы понимаем, в ВК-видео уже есть какая-то аудитория. И просмотры там совершенно другие. Потому что видосы рекомендуются через социальную сеть ВК. Самую мощную русскоязычную сеть в мире, собственно говоря. И аудитория здесь поистине огромная. Это не только Россия, это и люди из Европы, из Америки. Откуда угодно. Со всего постсоветского пространства и со всего мира. Пользуются этой социальной сетью. Это реально круто. Это реально классный буст просмотров и, соответственно, развития. Потому что если интересно автору, он делает. Автору интересно, он делает. Соответственно, есть для зрителя всегда материалы. То есть ВК-видео потенциально действительно может быть аналогом Ютуба. Полноценным аналогом, без всяких шуток. Но у него есть огромный недостаток. И именно из-за этого недостатка он, пожалуй, уступает и Ютубу, и Рутюбу. Это неполноценный видеохостинг. Вы когда-нибудь пользовались страницей ВК-видео? Я думаю, что большинство вообще не знает о её существовании. Видос, который вы находите, вы находите просто ВКонтакте. Где-то там у вас что-то появляется. Нет нормальной полноценной страницы. Чтобы как на видеохостинге, как в Рутюбе. Зашёл, нормально всё. Там есть аналог тоже, типа тренды туда-сюда. Но это совершенно не так оформлено. Нет отдельного ресурса в ВК-видео. Он должен быть, он должен быть, понимаете, отвязан как бы от ВК. То есть и связан, и отвязан. С одной стороны, людям должно, как раньше, рекомендоваться видосы с ВК-видео. Но ВК-видео это должен быть ещё одновременно и другой сервис. Это должен быть полноценный видеохостинг. Администрация ВК. Я вам гениальную вещь предлагаю. Это реально рабочая тема. Для любителей игрового контента есть, конечно, у нас материалы ВК-плей, типа. Но там только стримы. Все эти стримы, стримы вокруг. Вообще-то люди многие любят именно видосы смотреть. И не только по играм. И для этого нужен полноценный ресурс ВК-видео. Отдельный. Сделан как Ютуб, как Рутюб. И я надеюсь, там всё-таки догадаются сделать нормальную. Творческую студию, нормальную статистику, нормальный поиск. С поиском, кстати, у ВК тоже, ну пока непонятно. Наверное, лучше, чем у Рутюба, это правда. Но до Ютуба, до его алгоритмов, я смотрю что-то ВК-видео пока что тоже очень далеко. Но, подытоживая этот вопрос, можно сказать, друзья, что, в общем-то, на данный момент, нравится вам или нет, у Ютуба, в принципе, аналогов полноценных как таковых нет. Нет, Рутюб этим аналогом, если они дальше продолжат работать в таком же ключе, в котором они делают это сейчас, вообще хрен пойми, делают они там что-то или нет, Рутюб абсолютно точно, если он будет дальше так же действовать, он точно не станет нормальным аналогом. ВК-видео имеет все шансы стать нормальным аналогом, но почему-то они вот тянут кота за яйца. Они все никак не хотят сделать, вынести, дублировать этот ВК-видео в отдельный ресурс, сделав полноценный видеохостинг. Время, между прочим, идет, и конкуренты не дремлют. Я в итоге не удивлюсь, если все-таки Ютуб подвергнется качественной бомболеле, то в нашей стране вовсе в итоге не ВК-видео и не Рутюб займут нишу, а какой-нибудь били-били из Китая, потому что там люди реально работают. И вы знаете, на самом деле, пора бы начать делать это и нашим специалистам по медиа. Вот такие дела, друзья, вот такой у нас подкастик вышел, я знаю, комнату затопило, воды было много, но тем не менее, многим нравится. Я же сразу предупреждал, вот у меня на Бусти, кстати, там написано четко, что я делаю бесполезные видео, под которые можно поесть. Но, вроде они бесполезные, с другой стороны, под них можно поесть. Потому, подытоживаем, с Киви получилось некрасиво, жопа боль, сука, для обычного клиента. Со Стимом пока не стоит бить паники, все нормально, Леня, извини, не про тебя разговор. У Ютуба аналогов, ну, будем объективны, полноценных попросту нет. И на этой позитивной ноте я с вами не прощаюсь, а говорю до свидания. Желаю вам, как всегда, самого главного, счастья, здоровья и любви.